Иранский опыт. Статья на РТ со 16 апреля 2020 года. Юлия Юзик. Вторая часть статьи. Сам Иран в начале апреля сделал сообщение для научного сообщества. Доктор Мустафа Гании, председатель научного комитета по коронавирусу, известил о том, что Иран близок к получению иммуноглобулина или антител к коронавирусу. Наши исследования показали, что лекарства от гриппа или спида неэффективны при лечении короны, а хлоргексидин даже вреден, говорил он. На сегодняшний день иранские медики считают плазменную терапию наиболее эффективной и говорят о том, что именно она дала снижение смертности на 40%. Мы начали плазменную терапию около 40 дней назад и на сегодняшний день около 300 вылечившихся человек пожертвовали свою плазму крови, сказал доктор Хасан Абол Казими, возглавляющий проект по плазменной терапии. По его мнению, это эффективно при SARS, MERS-CoV и вирусе Эбола. США начали работу в плазменной терапии через 3 недели после НАСС. Позже Франция, Германия, Нидерланды и другие европейские страны присоединились к этому направлению и просили нас поделиться опытом, добавил доктор. Посол Чанг Хуа в интервью сообщил иранцам, что Китай уже ведет испытания вакцины на животных и, возможно, она появится через 2-3 месяца. Также Китай высоко оценил уровень иранской медицины, сказав, что Иран – одна из немногих стран, обладающих прекрасной системой здравоохранения на Ближнем Востоке, что сразу улетела на обложки газет. Система здравоохранения Ирана реально прошла серьезный тест. Время было упущено в самом начале, но благодаря жесточайшей мобилизации и переходу почти на военный режим, спустя почти полтора месяца Иран может говорить, что с медицинской точки зрения он справился с вызовом. Но борьба с эпидемией чуть не уничтожила иранскую экономику. Эти полтора месяца карантина почти убили класс торговцев среднего и мелкого бизнеса. В иранских соцсетях популярно видео, как бедно одетый пожилой мужчина стоит на краю моста, принимая последнее решение. Убитая экономика убивает разоренных людей. 11 апреля, поняв, что спасение от вируса убивает экономику, президент Рухани снял ряд ограничений. Мы хотим запустить экономику, пока не поздно. Здравый смысл возобладал над страхом и паникой. Китайский метод все-таки не совсем применим к остальным. К тому же, даже во время эпидемии Китай не блокировал всю страну. Пекин, Шанхай и прочие важнейшие инфраструктурные центры были открыты, закрывали на карантин провинцию Хубей. В масштабах страны карантин равен экономическому самоубийству, и поэтому Иран снимает карантин, не дождавшись полной победы над вирусом. 14 апреля президент Рухани объявил о мерах по спасению пострадавшей от коронавируса экономики. Их стоимость около 23,8 миллиардов долларов США по официальному курсу 42 тысячи реалов за доллар. Это огромная, почти неподъемная для находящейся под санкциями экономики Ирана сумма. И непонятно, откуда Иран возьмет ее. Возможно, он рассчитывает на помощь международного сообщества. Это пакет экстренной помощи для семей с низкими доходами и предприятий, по которым Патембия ударила особенно больно. Трехмесячная срочка по налогам, страховым взносам ЖКХ. Трем миллионам самых бедных разовая помощь в 20-40 долларов. Это традиционная скрепа Исламской Республики. Помогать самым бедным слоям населения. Это могут быть как деньги, так и рис, например. Иран – бедная страна, но от голода умереть здесь вряд ли дадут системами горизонтальной и вертикальной помощи. Помощь от государства должна быть роздана до начала священного месяца Рамадан, 25 апреля. Домохозяйства с низким уровнем доходов получат помощь от государства порядка 10 миллионов реалов. Это 200 долларов с небольшим по официальному курсу, по фактическому меньше. Ранее правительство объявляло о предоставлении примерно 5 миллиардов долларов для кредитования малых и средних предприятий и домохозяйств с низким уровнем доходов. Кредитная ставка, надо сказать, правительством была предложена отнюдь негуманная – аж 12%. Борьба с коронавирусом парализовала таможню, логистику и торговлю. Рухани обещал, что из 4 миллионов тонн товаров, помещенных на очистку, 1 миллион ее уже прошел и обещает как можно быстрее реанимировать экономику. Никто не строит иллюзии, что вирус исчез. Более того, Рухани предупредил, что с выходом людей на работу начнется новая волна эпидемии и к ней надо быть готовым. В иранском транспорте, как и в московском, на сиденьях расклеены наклейки, где можно сидеть, где нельзя, чтобы соблюдать дистанцию 1,5 метра. Но первые же дни посткарантинной жизни, набитые битком метро и автобусы, дают понимание, что единственный, возможно, способ для мегаполиса пережить эпидемию – переболеть вирусом, получить иммунитет и иметь хорошую работающую систему государственного здравоохранения. И не истерить. Юлия Юзик. Иранский опыт.